Накрепко браться засело в нашей жизни, это дурацкая китайская церемония при встрече ручку жать. Ну смешно, ей-богу, смешно. Ну так же смешно, как если бы мы по китайскому обычаю при встрече носами терлись. Михаил Зощенко, китайская церемония. Ха, бедный прадедушка. Интересно, что бы он сказал о ритуалах здоровкаться реальных пацанчиков и увидел, как здороваются девушки гламурные кису в клубе. Вот уж это действительно китайская церемония. Ну давайте, раз уж мы так заговорили сегодня о Китае, позвольте мне презентовать вам два китайских самых что ни на есть рецепта. Это духовный даосский коктейль, который позволит погрузиться вам в нирвану, для которого нам понадобится 4 персика, 100 грамм сахара, 50 миллилитров коньяку, белое сухое вино 150 грамм и уж самый что ни на есть классический, китайский яблочки в кунжуте. Отобрала самый простой. Для яблочек в кунжуте, тем не менее, нам потребуется яблоко большое одна штука, лимонный сок одна чайная ложка, крахмал столовая ложка, мука тоже столовая ложка, одно яйцо, тростниковый сахар столовая ложка, прозрачный мед три столовых ложки, кунжутное масло для обжарки и фритюра 300 миллилитров и кунжут одна столовая ложка, собственно, для обсыпки. На этом мой экзамен по сценической речи закончен. Я приглашаю вас на кухню, чтобы приготовить нашу китайскую практическую вечеринку. Начнем мы с даотского коктейля. И вот почему. Нам нужно будет персики запекать. Для этого их нужно очистить и порезать. Резать мы их будем наполовинке. И, друг мой, будь добрый, у тебя вот там стоит горячая вода, чайничек. Дай, пожалуйста. Давай, 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 давай. Специально перед программой поставила, так сказать, нагреться кипяточку, потому что нам нужно снять, как бы это жестоко не звучало, но с персиков нам нужно содрать шкуру. Проще всего это делать путем ошпаривания несчастных приговоренных персиков. Нужно их в воде подержать. В отличие от помидор, которым хватает буквально несколько секунд, персики нужно будет подержать где-то секунд 30. Не бойтесь, что у них верхний слой заварится. Действительно, он немножко изменит свои вкусовые качества, потому что после этой процедуры мы все равно их будем запекать в духовке. Вот этот персик вызывает у меня подозрение, что он не персик. Полагаю, что это нектарин. Кого, интересно, кто тут хотел обмануть? Ну, ничего, значит, в нашем рецепте будет некоторая новизна и испытаем, каков даотский коктейль не только с персиком, но и с нектарином. И будет ли, собственно, от этого какая-то разница. Заодно сейчас я узнаю, как чистится нектаринка, если ее ошпарить. Ну, что ж, давайте я покажу. Вот примерно вот такими. Вот так легко очищается у нас персик. Вот прям полостами идет. Сейчас вот я подхвачу, вот здесь уже сам чистится. Вот. Прям пальцами даже уже и нож не нужен. Видите, как хорошо облезает. Не самое, конечно, аппетитное слово, тем не менее. Я вот сейчас после этого персика возьму еще, попробую, хочу посмотреть, как у нас будет чиститься нектаринка. Ну, честно говоря, что нектаринка, что персик, по-моему, одно и то же. Теперь большим ножом разрезаем. Ой, персики скользкие, неудобно. Тем не менее, косточки извлечь надо. Смотрите, вынимать действительно косточки не очень удобно из скользкого персика. И, как видите, не могу сказать, что самым аккуратным образом это получается. А персик немножко... А вдруг персик от этого испортится? Вот персик немножко от этого теряет свою симпатичную форму. Но дело в том, что мы сейчас их будем запекать 15-20 минут, а потом я буду вообще жестоким образом перемалывать их в блендере. Опа! Так что, если учесть, что в этом рецепте нам не нужны красивые половинки персиков, то ничего страшного, что мы их немножко попортим сейчас. Давайте закончили с неинтересным, переходим к интересному. А интересное у нас следующее. Мы наши персики засыпаем сахаром и поливаем коньячком. Забористый. Коньяк с сахаром пропитает наши персики. Нет, 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 только потом, только весь коктейль. Нет. Я полуфабрикатами, извините, не угощаю. Сахар карамелизуется, немножко растает. И, в общем, персики у нас будут запеченные под коньячно-сахарным сиропом. Отправляем их в духовку. Она нам потребуется разогретая до 200 градусов. Не удивляйтесь, они будут находиться там по нашим меркам десертным достаточно долго. 15-20 минут до полного запекания. Ну, что ж поделать, они должны мало того, что сами по себе хорошо пропечься, это они сделают быстро, минут за 10. Но и очень хорошо пропитаться, и коньяк должен немножко выпариться. Итак, настало время так же жестоко, как с персиками, поступить с яблоком. Единственное, собственно, яблоко, которое требуется нам для яблочек в кунжуте. Ну и, как ни странно, еще лимончик. Потому что лимончиком мы будем сбрызгивать наши яблочные дольки, чтобы они не потемнели, пока я здесь буду наводить шаманство с кляром. Ну, яблочко, слава богу, чистим обычненько, стандартненько, как картошечку. Теперь нам нужно немножко лимонного сока. Причем я вообще сделаю хитро. Вот, смотрите, я сейчас отожму немножко этого лимонного сока. И видите, у меня какая хитрая соковыжималка, так сказать, с поддоном. И прям туда брошу наши яблочки, прям в этот сок. Мы это делаем для того, чтобы пока я мучаюсь шаманю с кляром, они не потемнели. Потому что сейчас, пока у нас будет разогреваться фритюр, пока мы по одной дольке будем поджаривать, яблоки могут окислиться. Все, вот теперь точно. Будут белые до конца приготовления. Теперь самое время заняться фритюром. Сначала ставим максимальный огонь и выливаем все кунжутное масло. Пока наш фритюр разогревается, мы со спокойной совестью смешиваем кляр. Сухие смеси, муку, крахмал и корицу на кончике ножа мы замешиваем в одной посуде. Корицы немного, буквально вот для вкуса, для оттенка. Все, хватит. А яйцо с сахаром мы взбиваем в другой посуде. Причем посуду берем побольше, потому что весь кляр будем замешивать потом здесь. Взбиваем яйцо в одиночестве, так сказать, гордом. Потом добавляем сахар. Вот пошел процесс нагревания кунжутного масла. Ну, для удивленной публики, которая, как правило, всегда делает фритюр, ну, как все нормальные люди, в обычном масле подсолнечном, я объясню, что именно кунжутное масло, его наличие и делает, собственно, этот рецепт китайским. У нас очень много общего в кухне с китайцами. Разнимся мы в основном именно каким-то одним-двумя ингредиентами, которые придают вот именно вот этот такой знакомый китайский вкус. Теперь добавляем сахар в наше взбитое яйцо. И нашу сухую мучную смесь мы высыпаем не сразу всю, а порциями. И сейчас я поменьше сделаю обороты. Мы не взбиваем, а перемешиваем. Ну, для этого кляра не обязательно менять венчики на венчики для замешивания теста. И смотрим по состоянию нашего кляра, сколько нам добавлять туда этой мучной смеси. Тесто должно быть гуще, чем для блинчиков. Такое вот проверяйте его, может быть, ложкой или вот так вот даже можно выключать вот по венчикам смотреть. Видите, жидковато, чтобы оно не сразу с яблочек стекало. Вот, мне все-таки понадобилась вся моя смесь. Чем гуще будет тесто, тем аккуратнее получится кляр на наших яблочках. Все, мой кляр готов. И перед тем, как я окунусь в чарующий волшебный мир фритюра, нужно пойти и проверить наши персики. А то сейчас увлекусь. О, я уже прямо отсюда вижу. Все, хорош, хорош. Стоп, персики. Вынимаем. О, боже мой. Нет, мне понадобятся две руки. Я как открыла, друзья, тут такой аромат. Коньяк с сахаром. То есть такой грамельно-алкогольный. Ой, и еще с персиковой ноткой. Дальше мы их будем перемалывать в нашем блендере. Но пока, сами понимаете, пока они горячие, их в блендер класть нельзя. Поэтому персики мы пока отставим. Пускай остужаются. В ожидании своей даотской участи. Ну, а я займусь, собственно, кляром. Во-первых, для начала выкладываем из салфеток ложи для наших долек яблочных. Вот тут они будут стекать. Вот сюда, вот так. Все, хватит. Во-вторых, нам нужна ложка. Здесь мы выкладывать их будем ложкой. На всякий случай вилка. Переворачивать иногда удобнее ей. Я прямо сейчас, как врач, выкладываю инструменты. В-третьих, на всякий случай положим шумовку. Мало ли будет не вытащить. Может, пригодится и она. Вот теперь бы еще хорошо. Перчатки, противогаз. И вообще, хотя бы костюм химзащиты. Дальше. Первый раз, когда я готовила этот рецепт в своей жизни, я бухнула все дольки сразу. И, в общем, Горька пожалела об этом, потому что, кроме того, что их неудобно вынимать, они все мешаются друг другу, они еще и своим соком и лимонным соком разжижают, понимаете ли, мой чудесный кляр. Поэтому кладем их максимум по 2-3 штучки. Выкладываем ложкой. А вот переворачиваем вилкой. О! У кунжутного масла кипящего совершенно не тот аромат, к которому мы привыкли. Он, кстати, по запаху создается сразу ощущение, что уже где-то что-то сгорело, как только он начинает, кунжутное масло нагреваться. И, как вы видите, оно намного темнее, чем обычное масло подсолнечное или там тоже оливковое. Но вот вам доказательство, что это всего лишь свойство масла. Видите? Достаточно светлый цвет, не сгоревший. Вторая долька. Подхватываем ложкой и как бы окунаем, как лодочку опустили. Плюмс. И переворачиваем. Вот этот у меня получился с загривком таким. Видите, с такими хвостами. Это яблочко лев. Ну, пока наши теперь яблоки стекают, давайте доделаем наш даосский коктейль. С даосским коктейлем нам осталось совсем ничего. Сейчас. О, уже не горячо. Хорошо. Выложить наши персики в сиропе. Прям вот так вылить. Расплескать. Расплескалась синева, расплескалась. Вот, видите, коньячные пары уже действуют. Между прочим, что касаемо коньячных и паров вообще, в 17 веке в градусниках, в термометрах уличных, использовали коньяк, а не ртуть. Полагаю, в 17 веке разбить градусник было намного приятнее. Теперь у нас еще было вино. Помните в рецепте? У нас было вино белое, сухое, 150 грамм. Где вино? Понятно. Отдавай. Отдавай, отдавай. С алкогольными ингредиентами в моей передаче всегда очень тяжело. Их все время приходится силой у кого-то отбирать. Ей-богу, чувствуешь себя воспитательницей в старших отрядах. А возможно, даже хуже. Воспитательница в старших отрядах хотя бы имеет возможность присоединиться. О! Ну, на максимум. И сейчас будет дышь. Видали? О! Понимаешь, волшебный даосский коктейль. Как говорится, вот шаманство. Что касаемо шаманства, в нашем веке, как ни странно, в 21-м стало намного проще с этим делом. Раньше шаманство это было что? Чтобы вызвать дождь, бедные люди мучились, приносили человеческие жертвы, танцевали с бубаном, ворон на себя развешивали. А сейчас вот чтобы вызвать дождь, что надо? Ничего, помыл машину. Все! Полагаю, эту мою шутку оценят, видимо, только автомобилисты. Сейчас я тебе подклипсу вот так, вот так. Теперь нам нужен, ох ты же, е-мое, вот это да. Как-то у меня как-то так ароматно раньше не получалось, видимо, я очень старалась. А может быть, это нектаринка. Она была одна, но нужен мне брутальненький мужской такой бокальчик. Боже мой, коктейль. У тебя даже голос приятный. Даже вот бульк приятен на слух. У меня что-то еще останется. Ладно, это я отдам тебе. Уж очень. Я вино забрала, я обещала. На. Это порция тебе. Ну, как? Фирма веньков не вяжет. Фирма вяжет только. Ушки. Даотский коктейль готов. Но нам нужно, перед тем, по крайней мере, мне, перед тем, как насладиться даотским коктейлем, нужно и закончить второй рецепт нашей яблочки. Ну что, какая у нас тут пойдет для яблочек вот эта вот, пожалуй, красивая тарелочка. Давайте еще с красивой лопаточкой. Я красивой лопаточкой, красивой яблочкой на красивую тарелочку красиво переложу. Красивая девочка. Я. А главное, я скромная. Вот. И теперь нужно их еще. Медом полить и кунжутом обсыпать. Я помогу себе вилочкой, которая поможет мне поливание медом сделать, прошу прощения, нелинейным. То есть не облить сразу все. А вот такими вот. Оп. Оп. Вот. Вот. Так. И теперь на этот мед высыпаем кунжут. И вот теперь у нас получились яблочки в кунжуте. Ну и для того, чтобы почувствовать себя окончательно настоящим даосом, нужно съесть яблочко. Вкусно, но пока еще не настоящий даос. А теперь нужно выпить даосский коктейль с классическим китайским тостом. Это что-то типа опустошите ваш бокал. Ханбэй! Ой! Вот теперь я точно даос! Слушайте, круто. Очень вкусно. Но непривычно и непонятно. А японцы, кстати, кричат «Кампай!» Ну, про японцев в следующий раз. Сегодня мы про китайцев. Пойдемте посмотрим, что нам понадобилось для того, чтобы стать настоящим китайцем и даосом. Итак, для даоссского коктейля нам потребовалось 4 персика, 100 грамм сахара, коньяк 50 миллилитров и белое сухое вино 150 миллилитров. Для яблочек в кунжуте нам потребовалось намного больше. Итак, яблоко большое 1 штука, лимонный сок 1 чайная ложка, крахмал 1 столовая ложка, мука 1 столовая ложка, яйцо 1 штука, тростниковый сахар 1 столовая ложка, прозрачный мед 3 столовых ложки и кунжутное масло 300 миллилитров для кляра, а также для обсыпки кунжут 1 столовая ложка. А в заключение хочу рассказать, что в Китае, недалеко от города Куньмин, находится королевство маленьких людей. Это такой тематический парк, в котором работают одни карлики. Каждый день они пляшут, танцуют, поют, показывают сценки из сказок для приходящих гостей парка. У этого парка имеется большое количество противников, потому что хозяина парка обвиняют в том, что он устроил человеческий зоопарк и эксплуатирует и ограждает от окружающей среды карликов. На что хозяин парка всегда возражает, что благодаря этому парку более 100 карликов трудоустроены, а ведь мы знаем, что в обычной жизни им очень тяжело интегрироваться и адаптироваться в общество. Помните, гармония всегда рядом с вами, а красота всегда в глазах смотрящего. Любви вам, красоты и гармонии. Ваша немаленькая Вера. Пока.